Римская 10 Мы видели, что по своей экономической сущности империализм есть монополистический капитализм. Уже этим определяется историческое место империализма. Ибо монополия, вырастающая на почве свободной конкуренции, и именно из свободной конкуренции есть переход от капиталистическому к более высокому общественно-экономическому укладу. Надо отметить в особенности четыре главных вида монополий или главных проявлений монополистического капитализма, характерных для рассматриваемой эпохи. Во-первых, монополия выросла из концентрации производства на очень высокой ступени его развития. Это монополистические союзы капиталистов, картели, синдикаты, тресты. Мы видели, какую громадную роль они играют в современной хозяйственной жизни. К началу 20 века они получили полное преобладание в передовых странах. И если первые шаги по пути картылирования были раньше пройдены странами с высокими охранительным тарифом Германия, Америка, то Англия с ее системой свободной торговли показала лишь немногим позже тот же основной факт рождение монополий из концентрации производства. Во-вторых, монополии привели к усиленному захвату важнейших источников сырья, особенно для основной и наиболее картылированной промышленности капиталистического общества каменноугольной и железоделательной. Монополистическое обладание важнейшими источниками сырых материалов страшно увеличило власть крупного капитала и обострило противоречия между картылированной и некартылированной промышленностью. В-третьих, монополия выросла из банков. Они превратились из скромных посреднических предприятий в монополистов финансового капитала. Каких-нибудь 3-5 крупнейших банков любой из самых передовых капиталистических наций осуществили личную унию промышленного и банкового капитала, сосредоточили в своих руках распоряжение миллиардами и миллиардами, составляющих большую часть капиталов и денежных доходов целой страны. Финансовая олигархия, налагающая густую стеть отношений зависимости на все без исключения экономические и политические учреждения современного буржуазного общества, вот рельефнейшее проявление этой монополии. В-четвертых, монополия выросла из колониальной политики. К многочисленным старым мотивам колониальной политики финансовый капитал прибавил борьбу за источники сырья, за вывоз капитала, за сферы влияния, то есть сферы выгодных сделок, концессий, монополистических прибылей и прочее. Наконец, за хозяйственную территорию вообще. Когда европейские державы занимали, например, своими колониями одну десятую долю Африки, как это было еще в 1876 году, тогда колониальная политика могла развиваться не монополистически по типу, так сказать, свободно захватного занятия земель. Но когда девять десятых Африки оказались захвачены к 900 году, когда весь мир оказался поделенным, наступила неизбежно эра монопольного обладания колониями, а следовательно и особенно обостренной борьбы за раздел и за передел мира. Насколько обострил монополистический капитализм все противоречия капитализма, общеизвестно. Достаточно указать на дороговизну и нагнет картели. Это обострение противоречий является самой могучей двигательной силой переходного исторического периода, который начался со времени окончательной победы всемирного финансового капитала. Монополии, олигархия, стремление к господству вместо стремлений к свободе, эксплуатация все большего числа маленьких или слабых наций, небольшой горской, богатейших или сильнейших наций, все это породило те отличительные черты империализма, которые заставляют характеризовать его как паразитический или загнивающий капитализм. Все более и более выпукло выступает, как одна из тенденций империализма, создание государства рантье, государства ростовщика, буржуазия которого живет все более вывозом капитала и стрижкой купонов. Было бы ошибкой думать, что эта тенденция к загниванию исключает быстрый рост капитализма. Нет. Отдельные отрасли промышленности, отдельные слои буржуазии, отдельные страны в эпоху империализма с большей или меньшей силой то одну, то другую из этих тенденций. В целом капитализм неизмеримо быстрее, чем прежде растет. Но этот рост не только становится вообще более неравномерным, но неравномерность проявляется также в частности в загнивании самых сильных капиталом стран – Англия. Про быстроту экономического развития Германии автор исследования о немецких крупных банках Риссер говорит. Не слишком медленный прогресс предыдущей эпохи 848-870 относится к быстроте развития всего хозяйства Германии и в частности ее банков в данную эпоху 870-905. Приблизительно так, как быстрота движения почтовой кареты доброго старого времени относится к быстроте современного автомобиля, который несется так, что становится опасным и для беззаботно идущего пешехода и для самих едущих в автомобиле лиц. В свою очередь, этот необыкновенно быстро выросший финансовый капитал именно потому, что он так быстро вырос, не прочь перейти к более спокойному обладанию колониями, подлежащими захвату путем не только мирных средств у более богатых наций. А в Соединенных Штатах экономическое развитие за последние десятилетия шло еще быстрее, чем в Германии. И как раз благодаря этому паразитические черты новейшего американского капитализма выступили особенно ярко. С другой стороны, сравнение хотя бы республиканской американской буржуазии с монархической, японской или германской показывает, что крупнейшее политическое различие в высшей степени ослабляется в эпоху империализма. Не потому, что оно было вообще не важно, а потому, что речь идет во всех этих случаях о буржуазии с определенными чертами паразитизма. Получение монопольно-высокой прибыли капиталистами одной из многих отраслей промышленности, одной из многих стран и тому подобное, дает им экономическую возможность подкупать отдельные прослойки рабочих, а временное и довольно значительное меньшинство их, привлекая их на сторону буржуазии данной отрасли или данной нации против всех остальных. И усиленный антагонизм империалистических наций из-за раздела мира усиливает это стремление. Так создается связь империализма с оппортунизмом, которая сказалась раньше всех и ярче всех в Англии, благодаря тому, что некоторые империалистические черты развития наблюдали здесь гораздо раньше, чем в других странах. Некоторые писатели, например Мартов, любят отмахиваться от факта связи империализма с оппортунизмом в рабочем движении. Факта, который ныне особенно сильно бросается в глаза посредством казенно-оптимистических в духе Каутска и Гюисманса рассуждений такого рода. Дело противников капитализма было бы безнадежно, если бы именно передовой капитализм вел к усилению оппортунизма и если бы именно наилучшие оплачиваемые рабочие оказывали склонны к оппортунизму и тому подобное. Не надо обманываться насчет значения такого оптимизма. Это оптимизм насчет оппортунизма. Это оптимизм, служащий к прикрытию оппортунизма. На самом же деле особенная быстрота и особенная отвратительность развития оппортунизма вовсе не служат гарантией прочной победы его, как быстрота развития злокачественного нарыва на здоровом организме может лишь ускорить прорыв нарыва. Освобождение организма от него. Опаснее всего в этом отношении люди, не желающие понять, что борьба с империализмом, если она не связана неразрывно с борьбой против оппортунизма, есть пустая и лживая фраза. Из всего сказанного выше об экономической сущности империализма вытекает, что его приходится характеризовать как переходный, или вернее умирающий капитализм. Чрезвычайно поучительно в этом отношении, что ходячими словечками буржуазных экономистов, описывающих новейший капитализм, являются переплетение, отсутствие изолированности и т.п. Банки – суть предприятия, которые по своим задачам и по своему развитию не носят чисто частно-хозяйственного характера, а все более вырастают из сферы чисто-хозяйственного регулирования. И тот же самый Рисер, которому принадлежат последние слова, с чрезвычайно серьезным видом заявляет, что предсказания марксистов относительно обобществления не осуществилось. Что же выражает это словечко переплетения? Оно схватывает лишь наиболее бросающийся в глаза черточку происходящего у нас перед глазами процесса. Оно показывает, что наблюдатель перечисляет отдельные деревья, не видя леса. Оно рабски копирует внешнее, случайное, хаотическое. Оно изобличает в наблюдателе человека, который подавлен сырым материалом и совершенно не разбирается его в смысле и значении. Случайно переплетаются владения акциями, отношения частных собственников. Но то, что лежит в подкладке этого переплетения, то, что составляет основу его, есть изменяющиеся общественные отношения производства. Когда крупные предприятия становятся гигантским и планомерно, на основании точного учета массовых данных, организуют доставку первоначального сырового материала в размерах 2 третей или 3 четвертей всего необходимого для десятков миллионов населения, когда систематически организуется перевозка этого сырья в наиболее удобные пункты производства, отделенные иногда сотнями и тысячами верст один от другого, когда из одного центра распоряжаются всеми стадиями последовательной обработки материала вплоть до получения целого ряда разновидностей готовых продуктов, когда распределение этих продуктов совершается по одному плану между десятками и сотнями миллионов потребителей сбыт керосина и в Америке, и в Германии американским керосиновым трестом, тогда становится очевидным, что перед нами налицо обобществление производства, а вовсе не простое переплетение, что частнохозяйственные и частнособственнические отношения составляют оболочку, которая уже не соответствует содержанию, которая неизбежно должна загнивать, если искусственно оттягивать ее устранение, которая может оставаться в гниющем состоянии сравнительно долгое, на худой конец, если излечение от оппортунистического нарыва затянется время, но которая все же неизбежно будет устранена. Восторженный поклонник немецкого империализма Шульце-Геверниц восклицает, если в последнем счете руководство немецкими банками лежит на дюжине лиц, то их деятельность уже теперь важнее для народного блага, чей деятельность большинства государственных министров. О переплетении банковиков, министров, промышленников, рантье здесь выгоднее позабыть. Если продумать до конца о развитии тех тенденций, которые мы видели, то получается Денежный капитал наций объединен в банках. Банки связаны между собой в картель. Капитал наций, ищущий помещение, отлился в форму ценных бумаг. Тогда осуществляются гениальные слова Сен-Симона. Теперешняя анархия в производстве, которая соответствует тому факту, что экономические отношения развертываются без единообразного регулирования, должна уступить место организации производства. Направлять производство будут неизолированные предприниматели, независимые друг от друга, не знающие экономических потребностей людей. Это дело будет находиться в руках известного социального учреждения. Центральный комитет управления, имеющий возможность обозревать широкую область социальной экономии с более высокой точки зрения, будет регулировать ее так, как это полезно для всего общества, и передавать средства производства в подходящие для этого руки. А в особенности будет заботиться о постоянной гармонии между производством и потреблением. Есть учреждения, которые включили известную организацию хозяйственного труда в круг своих задач – банки. Конец цитаты. Мы еще далеки от осуществления этих слов Семсимона, но мы находимся уже на пути к их осуществлению. Марксизм иначе, чем представлялась его Маркс, но только по форме иначе. Нечего сказать, хорошее опровержение Маркса, делающее шаг назад от точного научного анализа Маркса к догадке, хотя и гениальное, но все же только догадки. Семсимона. Написано в январе-июне 1916 года. Впервые напечатано в середине 1917 года в Петрограде, петрограде, посмотри Продолжение следует...